Шах И получил ответ, о, Шах, он осел грязный тщеславный болтун. Тогда он спросил другого, что за человек тот ученый. Это безголовый и прожорливый бык, единственные добродетели его, борода и чалма, сказал второй ученый о первом. Испытав таким образом их характер, Шах сделал вывод, что цена им обоим невысока, и что они заслуживают не почести, а только презрения. На следующий день эти ученые пришли на собрание к Шаху, на котором присутствовали все эмиры и визири. И Шах решил подшудить над ними. Он приказал Кравчеву подать всем лаковое блюдо, жареную курицу с рисом, а перед высокомерными учеными поставить блюдо ячменя с соломой и корзину хлопкового семени. Когда все это было выполнено и перед всеми гостями, кроме этих двух ученых, стояла жареная курица с рисом, они оба заплакали и спросили Шаха, объясни нам причину этого, что мы сказали или сделали, чтобы заслужить такое наказание. «Указаниям ученых, умным людям всегда подобает следовать. Ты сказал, что этот муж – прожорливый бык, он же сравнил тебя с ослом. Быку же полагается только хлопковое семя, а ослам люди обычно дают ячмень. И я решил следовать общепринятым правилам», – ответил Шах. И они осознали, что зло никогда не вознаграждается добром.